На себя очень сильно внимания, и поэтому я его перевел и убрал красным бром. И тогда вот это платье с голубями появилось, и сзади вот этот фон создал некое настроение. Ну насколько мне кажется, да? Вот это вот почему. Хотя можно было просто, конечно, не подрезать, но еще поэкспериментировать, и пошел. Это вообще, чайка, да? Я думаю, что чуть ли я более виден. Значит, вот фонарик, вот исходник, да, исходник, да? Почему был выбран исходник? Потому что здесь у нее из головы идет такое, ну, полмесяца попал, да? И я, ну, начал проявлять эту фотографию, понял, что когда еще эта птица чуть-чуть не долетела, она провернулась, птица уже пролетела. Поэтому я эту птицу взял и просто сюда перенес. Ты что, можешь здесь переносить? Значит, и получилось вот так вот. Это просто у меня было. Да, и создал свое настроение, и вот, благодаря, вот, ну, здесь, конечно, с горным дням, можно ли, вот, современные фотографии теперь разрешают. Раньше это, вот, когда мы жили начинали, это было категорически запрещено, потому что... Ну, это сами репортеры сами себе такой создали барьер. А так-то люди всю жизнь, облака впечатывали, птичек впечатывали, там, что-то такое не делали. Ну, это как бы фотохудожники, а репортеры, они были документальны и не стали. Да, они были документальны, потому что документально, как бы, ну, нежелательно. Ну, здесь, создавая художественное произведение, создавая художественный образ, то вот этот полет... Чувствуется балетная штука какая-то. Полет Олеси, полет птицы, создали вот это же... Она, конечно, молодец, хотя она, конечно, не тяжелая. Не тяжелая. Здесь Аленушка, да, Аленушка. Ну, и там кто-то написал, Аленушка, то есть, когда она пошла, я сразу сказал, что это Аленушка, и кто-то подписал Аленушка. А где братец? А где братец? Братец, это вот где-то гуляет. Как-то хорошо. Здравствуйте, здравствуйте. Здесь я просто взял работу, да, работа... Работа... Обе девушки работают, да. Я думал, в Японии какой-то сидит, как будто в кимоно. Вот, и здесь я как-то под сниманием настроение девушек в работе. Да, одна там внутри образ, а другая ловит, да, и вот это... Ну, тоже непроявленное, я ее просто вот взял, потому что она мне нравится по репортажности своей. Вот, здесь... Напугает. Ничего, нормально. Что это там? Здесь, да, ну, глаза, которые там, они просто создают некий магнетизм, некие воздействия, потому что и руки, они вот это напряжение тоже создают. Посылают кого-то. Это фотография... Вот эту фотографию я сделал... Она была через траву, да. Через траву, и вот... Очень хорошо. Здесь выбирал автофокус, да, сам вручную навел? Или интернет? Нет, у меня... Нет, просто... Я как сделал? Я вышел из травы, навел резкость. Ага, я знаю. Потом зашел, и он не нажал. Получилось, что она... Я знаю. Некие хитрости такие. Да. Здесь тоже, вот... Ну, эта фотография не нравится, но все-таки, если бы было продолжение ноги, вот, да, было бы, наверное, ну, мне кажется, более удачно, да. Но состояние, вот, смотрите, с девушками, когда я фотографирую, самое главное для меня, вот, не... Первое, не следовать глянцевым журналам, там, не подражать никому, да, не делать то, что уже сделано, да, а просто пробовать найти вот этот контакт визуальный, да, настроение и вот понимание, да, того, что мы создаем. Поэтому, вот, мы как-то поехали, снимали татарский костюм, а татарский костюм, его никто не носит, да, и, как бы, я решил, что костюм татарский умер, и девушка, она не профессиональная модель, она в какой-то момент тоже почувствовала, мы друг друга поняли, и она легла и, как бы, вот, умерла в этом костюме. Но так как я не сторонник категоричности, в следующем кадре она начинает оживать, встает, и там два кадра, вот, в общем-то, как бы две серии, первая серия возрождения по новому татарскому костюму. И потом я там получил очень много подписей, что, почему там увидели сексуальность, еще что-то, в общем, что-то там ей написали. А потом, вот, Арслана я видел, а вторая часть была, обратно, мужской костюм татарский, где, я говорю, можно эту фотографию выставить, он говорит, пока нет, но они уже ее держат, вот, почти, да. Там сидит на стуле, на переходе, в татарском костюме барин и кушает чеш-почмак. Идея какая, что переход, это переход времени, да, надо уметь прочитать фотографии, потому что многие не могут. Почему переход? Переход времени, да. Он сидит на переходе в татарском национальном костюме и кушает треугольник. Там, здесь, он треугольник съел, треугольник исчез, но треугольник остался в татарском переходе, да, мы кушаем, треугольник выжжем. А костюм исчез, да, в смысле, вот, как бы, имплитация, как бы, вот, этого сюжета, этого сюжета, который, ну, вижу, как я там в своем воображении, и мы, я его создаю, да. Но фотографий пока нет, у него не запрестили поставить. И вот так создается некий сюжет, да. Вот эти фотографии, они больше как этюдные, где потом можно увидеть какой-то сюжет, где Олеся может работать именно уже с целенаправленной поставленной задачей. Ну, если, конечно, ей будет интересно. Здесь тоже вот, это вот фотографии, я увидел вначале просто вот это место, вот это место, и мне понравилось, да, и потом Олеся забрала лсу, и солнце быстро садилось, я думаю, успеем, мы не успеем. И мы прям бегом, уже вот, она встала, и я сделал эту фотографию, ну, здесь просто потому, что вот мне такой, какой-то южный фон, там, город, есть, есть нечто, да, и там тень вдруг упала. Здесь вот тоже две работы, они чем интересны, потому что здесь некий, некий вот, типа, повторение губ, носа, и они мне были интересны. Ты сразу видел, потому что там два, две, две работы, которые я сделал, и еще одна работа, но она неправильная, я ее отмеру, ну, решу. Здесь то же самое, только она в эту сторону, но здесь еще добавили, я попросил, да, еще добавить, но мне показалось, что это перегружено. Поэтому, ну, я оставил вот этот, вот этот вариант, да. Сфинец, да, вот это. Да, а... Да, да. Ну, еще в виде театра идет, но, слава Богу, и она тоже была на дорогу. Здесь вот это место я снимал много-много раз, пока оно, солнце садилось, просто, там, я уже не стал все показывать их, но вот эту я выставил, она, это... Да, я посмотрел уже. Понравилось, да? Вопрос будет, а как будет смотреться в черно-белом? Я вот просто рассказывал, у тебя не было, да, у вас не было, значит, я рассказывал, почему я перевожу вот в черно-белый, да, не потому что... И если это не какая-то работа, которая сразу задумана в черно-белом, то я перевожу, потому что, ну, что-то мешает мне, я где-то промахнулся по цвету, и мне нужно просто перекусы, ну, обыграть как фотографию. А потом... Здесь я считаю, что, зачем, ну, прекрасный закат, который догорает там, и солнце, зачем выходить? Девочки снимали, почему я их не смотрю, возможно, здесь. Да, вот, видите, вот это непроявленная картинка, да, тоже, но там солнце было еще, или ушло, или я сейчас зашло, не помню, вот, а был еще самый первый, я там солнце вообще высаживаю, а здесь зеленые листья идут, по этой картинке, я его несколько раз снимал для того, чтобы... Вот, ну, вот, вот этот сантурный, мы сказали, здесь три, вот, три, 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 да? Я сделал дриптик, вот, потому что в каждой мне показалось, она интересна, здесь тень мне показалась, вот эта входящая какая-то линия. Там просто классическая форма, вот, и взлетающая форма. Ну, вот, это последний кадр. Теперь кто? А, Роза Большой. А у меня, я не коллектирую, в смысле, подряд идут. Ну, давай посмотрим. Ну, Станин, подряд идут. Сейчас я, да? Сейчас снимал. Сейчас снимал.